Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 14 сентября, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibro Group. Начинаем с валютной пары EURUSD. Котировки пары вплотную приблизились к техническому уровню сопротивления 1.1730, поэтому лишь появление сильного бычьего фундаментального фактора позволит покупателям продолжить рост. Как следствие, риск развития коррекционного снижения остается высоким. Укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объемов торгов, указывая на общее преимущество покупателей. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще остается выше среднего значения за месяц, поэтому сегодня может незначительно снизиться торговая активность. Несмотря на преимущество покупателей, активные покупки под уровнем сопротивления 1.1730 нецелесообразны. А сейчас придем к валютной паре фунт-доллар. Котировки пары все еще удерживаются над уровнем сопротивления 1.3100, но спрос остается очень слабым, поэтому риск возобновления нисходящего движения продолжает увеличиваться. Укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объемов торгов, указывая на преимущество покупателей. Торговая активность снижается, но все еще остается выше среднего значения за месяц, поэтому сегодня ожидаю умеренного охлаждения рынка. Дальнейшее укрепление котировок пары остается под вопросом, поэтому активные покупки по рынку уже нецелесообразны. А сейчас придем к валютной паре доллар США-канадский доллар. Снижение нефтяных котировок было компенсировано ослаблением доллара США. Как следствие, котировки пары продолжают консолидироваться в узком боковике, но лишь дальнейшее снижение цен на нефть отменят медвежий сценарий. Котировки пары удерживаются в узком ценовом диапазоне, поэтому определить общее настроение рынка не удается. Волатильность торгов заметно снизилась, но сегодня она может оставаться ниже среднего показателя за месяц. Дальнейшее ослабление котировок пары возможно, но лишь при условии более мощного роста цен на нефть или же ослабление доллара США. А сейчас придем к событиям сегодняшнего дня. Ровно 10 лет назад начался кризис, который помнят как финансовый кризис 2008 года. За эти 10 лет экономика США вышла на новые рекорды, в том числе по безработице, которое уже 2 года находится ниже 5%. Этот уровень принято считать полной занятости, что в свою очередь может свидетельствовать о перегреве экономики США. На этом у меня все. Благодарю за внимание и оставайтесь в фокусе с компанией Fibogru. Субтитры создавал DimaTorzok Фибогрупп. Ваша финансовая группа поддержки.